Сегодняшняя тема, я считаю, одной самой серьезной, может быть, самой важной для нас, для нашего менталитета, то, над чем надо работать, что нужно изменить. Мы сегодня проповедуем на тему, не перекладывай свою вину на другого. И это есть то, что у нас просто как бишь. Считаем, пожалуйста, пастырь. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребив их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать слебро мою торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Вот в этой истории, которую мы все с вами хорошо знаем, на самом деле с нами происходит эта история каждый день подобной. Не просто от кого-то, но мы сами так себя ведем каждый день. Читаем дальше. «Такие речи слышны каждый день. Это ты виноват. Я закопал твой талант. Ты слишком требовательный. Это ты вор, бандит и преступник». «Мы так говорим родителям, когда мы их обвиняем во что-то, что они нам не дадали. Родители тебя вынесли, дали образование. И мы еще что-то выставляем требования против них. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы лукавые и ленивые. Лукавые и ленивые. Потому что, если бы ты благодарен был, достаточно, что они тебя родили. И если бы ты не ленивый был, ты бы сам сделал бы себя успешным. Это как я, допустим. Единственное, что мои родители, или даже не родители, я даже не знаю, маму, папу. Но то, что я получил от родных моих, это то, что школу и закончил. Все. И за это я буду всегда благодарен, что я смогу школу закончить. Даже не до конца школы, до 15 лет я воспитывался. С 15 лет я уже сам себя воспитывал и закончил школу сам. Но то, что мне дали, не дали мне умереть за родители или поздно родители, это уже достаточно сделали. А кто-то скачает право сейчас? От родителей, потому что ты ленивый, не хочешь самому работать, трудиться, становиться кем-то. Если тебе дали школу, это вот так достаточно. И ты еще претензии выставляешь, это признак лукавого. Это признак лень. И не только родители, мы так относимся. Пастор мой ничего мне не дал. Но зато ты через него покаялся. Зато через него получил лазер. Зато через него стал лидером. Зато через него стал на ноги. Отказался от греха. Перестал быть рабом греха. И теперь он тебе ничего не дал. Кувалдой надо тебе дать по голове. Потому что ты просто противный, последний, не гадай. Ну. Хотел произносить одно слово. По-моему нельзя. Ты просто последний это самый. Нехороший человек. Не гадай. Абсолютно не гадай. Отпризнай, что тебе что-то дали. Отпризнай. И каждый из вас, кто здесь сидит. И совесть хватает у тебя. Или отсутствие совести у тебя хватает. Говори, что твой лидер. Или твой пастор. Или твоя мама. Или папа. Или родственники. Что-то тебе не дали. А я постоянно это слышу. Даже когда люди, якобы, приходят свидетельствовать. Якобы, приходят ка-эсс. Ну, это папа. Это мои родственники. Это моя мама. Это моя такая семья. Всякие попытки указывают пальцы. Что кто-то за мою беду. И за мои. Безответственно. За мое поражение. Виноватый. Это лукасство. Это признак лукасства. Признак безответственности. И признак лени. Вообще тебя никто ничего не должен. Ты должен поработать над собой. Ни папа. Ни мама. Ни муж. Ни жена. Ни бывший муж. Ни отчим. Ты сам должен нести за себя ответственность. И отказ нести ответственность загонить и доводить до лукасства. До обмана. И это проявление твоей лени. Давайте будем говорить и называть вещи своими именами. Любовь истины. Истина заключается в том, что никто мне ничего не должен. Уже даже мне сделали хорошо. Слишком много дали. За то, что вообще решили мне помочь. Это уже слишком много мне дали. Я обязан только проявлять благодарность. Я обязан только кланить за им. Я обязан только благодарить им. Я обязан только говорить спасибо вам большое. Что вы на меня даже вообще обратили внимание. Никто мне ничего не должен. Он же мой муж. Да. Но если бы ты поработал тоже над собой. Ты бы не страдал от того, что он что-то недоделал. Не доделывает. Потому что ты бы работал над собой. Если бы ты работал над собой до того, как выйти за мной. Если бы ты не рассчитывался на халяву. Если бы ты не рассчитывался на то, что кто-то тебе что-то даст. Ты бы не ждал от кого-то что-то. Ты бы понимал, что я в ответе. Я могу работать, я буду трудиться. Но другие родители же дают. Вот стань родителем. И посмотрим, что из тебя выйдет. И потому что если ты будешь давать твоему ребенку все, что ему надо, чтобы он сам для себя не работал, ты превратишь его в бандита неблагодарного человека, который тебя еще загонит до смерти. Еще обвинит тебя. Помимо того, что человек виновен в том, что не взял ответственность, он еще и обвиняет другого. Он не только сам должен был сделать дело, но и взять всю ответственность на себя. Каждый из нас должен быть ответственность за свою жизнь на себя. Хозяин в этой истории. Изумительно идеальный, добрый и справедливый человек. Но наше понятие справедливости отличается от Божьего понимания справедливости. В этой истории Иисус утверждает, что Он на стороне этого Хозяина, и что именно Его поведение и является образцом справедливого отношения. Конечно, представьте себе, Хозяин, он заработал свои деньги, и пять талантов сам заработал, и два сам заработал, понимаете? И один это его имение, и его, но его утрудь. И в другом, сам, просто, са своей доброй воли, о своей доброте, видишь, что эти три пропадают, решили дать им chance. И свой вон труда, дал аднаму пиат, смотра посвасмонженосте, другом он он дал два, третом он дал адим, видя его способности. И тут ты еще смел, сумел, какую-то претензию иметь к человеку, который жалился над тобой, который решил выслушать тебя, который решил проявить тебе доброту, ну как можно? Ну о чем тут говорить-то? Так о чем-то. Никто тебя не должен. И если тебе даже Иисус говорит, даже воду, стакан воды, кто-то тебе дал, это уже достаточно, чтобы ты поклонился этому человеку до конца жизни. если тебя кто-то обнял, это вот так достаточно, чтобы ты благодать этому человеку всю жизнь. Если кто-то остановился и с тобой поговорил, это уже достаточно, чтобы ты благодать этому человеку всю жизнь. Ты кто вообще? Кому ты нужен, чтобы с тобой кто-то остановился поговорить? Но мы все принимаем как должно из-за духа неблагодарности. Получивший один талант, недоволен, то, что ему дали сегодня, не умножает, не пускает в оборот, съел семя, предназначенное для посева и ждет, что завтра ему дадут отдать. Ты так не считай. Ты считай по одному слову. Еще раз. Получивший один талант, недоволен, то, что ему дали сегодня, не умножает, не пускает в оборот, съел семя. Не, 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 вырежь, как ты говоришь. Не пускает в оборот, съел семя, предназначенное для посева и ждет, и ждет, что завтра ему дадут опять. Не потому, что я не могу тоже считать быстро. Это потому, что я знаю, что люди сел не считать, сел не просчитать, сел думать о людей, чтобы это осело в них, и чтобы они успели размышлять над этим. Поэтому я говорю, как будто, ну, я больной, но я не больной, я чувствительный к людям, которые слушают меня. Поэтому заново, получивший один талант, получивший один талант, недоволен, то, что ему дали сегодня, не умножает, не пускает в оборот, съел семя, предназначенное для посева, и ждет, что завтра ему дадут опять. Он ждет зарплаты, он не создает. Вот, есть ли такие, среди нас, которые в чем-то, что-то считают, что он правы требовать, ждать. Есть ли такие люди в этом зале, честно, перед Богом? Пастор, недоделевает, мама, папа, родственники, есть ли такие люди в этом зале? Вы лукавите, потому что я не вижу руку. Вообще, вы не должны позволить мне второй раз задать этот вопрос, если вы себя узнаете. Не надо даже, чтобы второй раз вы услышали это. Просто, это любовь к истине, вы говорите, как есть. Это уже победа, потому что вы признаетесь. Это уже первое начало, что вы будете работать над собой. Теперь вопрос к вам, те, которые подняли руку, держите руку дальше. Теперь вопрос к вам второй, следующий. Видите ли вы сейчас, что вы не правы? «Потому что Бог осудит нас с вами. Бог осудит нас с вами. Мы будем в шоке на небе. Мы будем в шоке на небе. Мы будем в шоке на небе. Спасибо. Дальше идем. Справедливость социализма. Отобрать утруженика и передать лентяю». Но это зло коммунизма. Это зло, которое Советский Союз принес в мир. Это зло Макса. Это зло Энгелса. Как можно сказать, что уничтожит буржуазии? Как можно сказать, что уничтожит капиталиста? Это единственная группа людей в обществе, которые создавали рабочие места. Они же создавали бизнес. Они же брали людей на работу. Они единственные, кто умеют работать. Это типа того, чтобы вот этот человек, который один получил и не умножил, это типа того, что он сейчас берет и голосует, чтобы убили того раба, который сделал 10. Это значит, давайте он буржуазий, потому что он сделал 10. Давайте его уничтожим и давайте уничтожим того, который сделал 4. И останется в стране только вот такие, которые по одному получили и ничего с ними не сделали. Вот что такое коммунизм и пролетариат. Уничтожим те, которые способны умножить и производить. Уничтожим кулаков и помешников. И пускай страна будет только страна безленивая и лукавая. Вот почему Советский Союз все погрязно в то, что мы сейчас слышим. Лукавство, потому что уничтожили нормальных, людей, которые любили трудиться, любили истину, оставили в стране только лукавые и ленивые. И остается только украсть из родного завода теперь. Или из родного колхоза. Потому что только такая группа людей остались в стране. и поэтому страна становится страна лукавства и страна ленивей. И в нашей стране. Вы думаете, что мы умеем работать? Поехали в Америку, знаете, как они трудятся. Поехали в Швейц, посмотрите, как они. Мы не умеем работать, остались одни ленивые. Ленивые. Почему мы на этой неделе только о лукавстве говорили? Нету любви к истине. Это менталитет в других странах. Может быть, у кого-то отдельности есть, но нету, оно нету нигде массово, так, чтобы было, что ложь. Я думаю, мусульманские страны, еще не знаю. Но вот на западных странах нету такого массового, вот такого. Ну, вот, ну, лукавство так. Нет. Люди против этого все трудятся, все трудятся, потому что там не были уничтожены они. А у нас все были уничтожены, те, которые трудились. Остались только вот таких. И поэтому страна наша стала вот такая лукавая. Сразу она погрязла. Уловили, откуда это все много растут. И мы еще до сих пор кашаем права. У бабушки, у дедушки, у папы, у мамы и у родственников. И думаем, что мы имеем на это право. Мне не помогают. Мне не помогают. Ты. Ты. Ты вообще совесть, куда ты спрятала? Ты не человек. убил то, что тебя сделала человек. Совесть. У тебя же ничего не осталось. Куша мяса, биомасса осталась. Давайте отберем у богатых. Это же несправедливо, что у того десять талантов, а у этого всего один. Поэтому людей раскулачивали. Человек стал кулаком не потому, что богатство свалилось на него с неба, а потому, что он трудился. первый умеет создавать богатство, а другой как спал, так и продолжает спать. Каково Божье понимание справедливости? Нам нужно строить общество, где каждому воздается по труду, а не по справедливости. Если человек больше всего трудится, он имеет право насладиться плодами своего труда. А если человек не трудится или трудится только за зарплату, то пусть довольствуется зарплатой. Это справедливость. Это как сейчас люди украинские, которые ездят на автобусе и трамвае и смотрят на других украинцев, которые на машине, на джипе и проклинают их воры и так далее. Слушай, чего ты не воровал-то? Справедливость у тебя, да? Лень последний, лукавый. Это кто-то мне вчера сказал, вот вы же слышали или позавчера, что родственники здесь живут, но он из России сам, что здесь родственники живут и говорят, ты знаешь, кто, или друзья здесь живут, ты знаешь, кто такой Сандей, он такой богатый, сказочный богатый, ты знаешь, сколько у него денег, а если у него столько денег, значит, он украл, а как еще, значит, он от вас украл, а вы ему носите и носите. то есть, если у кого-то есть, значит, все, он обязательно украл. Если что-то у кого-то есть, значит, все, он обязательно несчастный. Это тот, как вот этот думает, который один талант. Пример потрясающего лидера. Иногда мы пропускаем этот аспект таланты, которые раздал хозяин, не принадлежали рабам. Не, не, опять вернусь в свои праздничные манеры. Еще раз по одному. Пример потрясающего лидера. Иногда мы пропускаем этот аспект таланты, которые раздал хозяин, не принадлежали рабам. Но по своей доброте и благодушию он решил дать шанс каждому. И он дал шанс всем. Другое дело, что одному он дал один, другому два, в третьем пять талантов. Но это его дело. Он решает, потому что он хозяин. Сейчас я это слышу. Что говорят, родители помогли сестре, а вот нам с мужем не помогли. Я конечно недоволен родителям, потому что вот любят брата моего, а меня почему-то не помогли. Слушай, веру, что это говорят. А я стою, сижу, смотрю на них и думаю, ну не благодарны кашонсвене, какие-то, как они сюда попали ко мне в серку, как они сюда добрались сюда, в этой серке, куда они собрались. А я не знал, что вся страна такая поголовная. Я не знаю, что вся страна такая поголовная. Я смотрю на них, ну посмотри, какой, какой человек без совести, без благодарности. А я пишу эти книги, я думаю, просто потому что не знаю. Оказывается, система погрязла. Два человек идите сюда. Если я папа, он старше, и у меня допустим миллион, я ему отдал девятьсот тысяч из миллиона, а ему дало только десять тысяч, не то, что сто тысяч, а только десять тысяч. Твоя проблема в чём? Чём? Твои деньги ли что ли? Твои дако дали мою считать мою дэнги мою карман это шо вори ле што ле гра гра бьё гра бьё дэл твою шо я тебе а дар дэссет и а ему девятьсот тэссет ты дожи упас накалене па благодари нэ шо я тавап ше тавап ше дао упас надо на колено и молиться господу что господи слава тебе господу папа мне что-то дал а ты еще с претензией ты еще что с претензией ко мне написано что тот который обвиняет родителей что что-то ему не дали это псалма что он соучастник с грабителем он грабитель потому что не родители должны тебя дать ты должен дать родители а если ты еще у них ты что-то брать ты грабитель натуральный ты просто пока еще не сидишь дойдешь читать пример пастор сандей в киеве создал церковь и разделил и раздал ее на уделы ни один пастор в киеве украине создав многотысячную церковь не раздает ее уделы своим служителям каждый хочет сохранить все при себе пусть все ко мне идут я герой и готов проводить по 10 собраний в день почему-то украинцы не замечают эту черту характера пастора сандея вы потом одно время я вижу что мне ребята идите сюда то свободно вы как раз постараться побольше еще два человека да я вижу что эти люди были со мной в начале и они мне помогают они стараются они и я думаю что мне дело чтобы помочь им стать человек мне же интересно не только чтобы они мне помогли состоятся или мне помогли исполнивение а я волосы думаю как не им помочь стать такой же как я успешно и состоят вы знаете что я думал я не только решили поднять и ставить их на служение отдельно пускай тоже начнут с 0 как я начал с 0 это было бы справедливость я вас вложил и здесь начните с 0 я не так сделал я говорю один я говорю вот посольство божий вот тот на чем я отродился на тебе в киеве здесь была одна церковь разделили одну вот одну порцию вот это сейчас зала я беру и даю ему стану противник и даю ему горы вот смеет этот бери это твоя серка 2 ты бери 2 вот стан на противник против нас против своей церкви это уже твоя церковь теперь на них смотри на меня вот так вот ты бери это твоя церковь вот и тебе повезло крупные рыба тебе попала так и получалось у кого-то меньше у кого-то больше а ты следующий еще один не хватает теста она против них и ты следующий еще кто-то там из побежит кто-то там туда а ты вот тебе меньше все попало но ничего а что-то попало а что-то выпало представьте себе это как про образ слушайте сюда это как про образ церкви посольство божий в киеве я не только их взрастил даже если бы только я израстили от грешника что они стали попнул пасторами это уже достаточно я не им ничего не должен я уже помог им прийти к богу я уже из них сделала лидера это достаточно я мог бы просил откуда вообще чтобы хорошо теперь буду смотреть на что вы способны но я говорю бери столько людей у меня это в королова у нас было 3000 человек и строк тысячи раздал две тысячи по пони я оставлю себе тысячу еще это значит чтобы вы знали да это значит все пожертвования которые идет с этой серпи остается не надо мне даже отчет давать можно даже мне десятину не принести десятину можно вообще в миссионерский фон но мне даже не надо ничего дать даже спасибо мне не сказать это то что пастор санды сделал а в это время у меня есть друзья в киеве вот недавно один мой друг здесь был со мной и но просто посмотреть здесь и некоторые люди которые были со в офисе со мной сказали о о у него шоссе за 25 тысяч долларов за панки за 5 тысяч долларов машины каждый год меня и за 100 тысяч долларов я не могу себе позволить боксу я не могу себе позволить боксу видит я мэйс пастором боссе установили себе зарплату но я не могу себе зарплату а украины украинцы не так далее все собираются носи он конечно кутон азай все деньги у него сапси сервей максимум эти только астана астана устатам по мостикам на месте ни одна церковь так не делает и есть и макс они тем более без зарплаты только помогает они еще работают где-то таким образом один из моих друзей даже в киеве посылает у него допустим скажем трое или 5 детей как за каждого ребенка он платит в семестер не в год семестер 15 тысяч евро за одного ребенка из 5 детей и серков будет себя позволить вы даже не поверите то что я сейчас вам скажу мы засели год не то что за все начи дете из-за наверно за все годы ушебина верно миза одного мы даже не платим столько за одного ребенка за все годы школы а эти люди имеют меньше сервис чем я и когда я услышал что тотамо уйти как софия увести людей я не могу паня и лебзубе уйти нон каааа типу нон я себе тени пасоса боджи папа я себе а не бене пене пасоса папа либе а не ваше бене стали служить и ламе никак даби темболе пустое развода ели шоу 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 а если ты стали служить и лам тебе стая обе просто здесь а мангал бе ватакадир бе но тебе дали ни тени женина шинансма ляр тибе дали луте тибе аддали финансы не надо джимниат шоу финансове давать шоу категошечки и мэй даджи нас ави сэркофа шоу шэш хох на зави ни пасоса боджи пуске он тебе беде документе свой офис твой и он праймас каза епископ ты будешь давать это морепи он курсио он и шоу тибе аббудет а виния шоу тени дадал люди таки кашунсвене лукаве асусве лувик истиле шоу бетене здела поэтому пускай у нас таких больше не будет пускай мы будем знать что никто нам ничего не должен и если даже нас ушли нам подали руку нам с нами беседовали нас воспитали чтобы мы только имели благоданное сердце шоу мини до ну шоу никто нам не должен ничего кроме займа и луфи никто нам чего вообще не должен чтобы мы всегда были благоданы за дачи сто малой шоу бене как даст наше уст не были таких разговоров что нам что-то не дадали или не дали понимаете меня дайте богу славу спасибо почему я решила это рассказать когда вам рассказывал что ваш пастор диктатор пастор санды диктатор вот такой диктатор астане а их пастор пускай кто-то от кто-то смеет делать как пастор санды сделал диктатор покажите мне еще одну серку в киеве или в украине где любой человек мог подняться на цену вот так пока кошек цена это священство пастора только еще чтобы тебя поняли на цену может быть свидетельство и все а чтобы каждый говорил то что думал давать такие еще и церковь раздавали вот в киеве только у киеве 30 сколько сервис 30 сервис только в киеве пастор своего да поэтому то что обвиняют нас потому что мы мужчин но я просто считаю что вы должны это знать чтобы у вас было что сказать потому что люди же не знают поэтому если вы не будете это знать вы не сможете знать чем ответить и где истина и многие из наши же соблазнаются уходят но может быть действительно что-то не то и уходят потому что не знают это все поэтому иногда надо это рассказывать чтобы люди дети наши не соблазнялись чтобы они знали уникальность той церкви данной на улице и чтобы они не поверили те которые намного хуже порядков да пример в других церквях даже если поставлены гром же биближе микрофона даже если поставленный лидер опекает тысячу человек в районе с ним никто не считается на завтра его сняли и поставили другого это делают даже для того чтобы люди не привыкали и не привязывались к лидеру есть церкви где человек не поднимается на сцену даже если он десять или двадцать лет в церкви никто не даст ему микрофон в руки если хочешь служить то одна дорога в хор или группу порядка мы даже не понимаем что у нас есть подсосы божий и кто-то вас обвиняет или что-то и ходит отсюда только люди которые были в других церквях другие диноменации могут еще что-то понять да потому что столько здесь свободы столько здесь ты еще уходишь и говоришь у тебя ну тебе церковь не такая а я вам заявляю ответственно я лично не знаю подобную церковь не только в украине украине вообще не говорим не знаю не подобную церковь нигде в мире а я объездил мир и не только не мои слова все вам это скажут кто знает как здесь здесь церковь есть и до страны приезжают и говорят нету подобного и при этом дух дух неблагодарности сеется от других людей которые оступники неблагодарны и кто-то попадается под это если бы вы знали что у вас есть в этой церкви вы бы бежали по городу и сказали что слушайте они то не знали что у нас так они думают что у нас как у них судят нас по себе на самом деле ничего подобного нет нигде пример когда ушла софия люди пошли за ней не задумываясь о том что это не ее удел если бы человек служил в своем уделе то тогда он мог бы претендовать на то что это его люди и он забирает их собой но человеку всего лишь было доверено изначально это не были его люди но когда я говорю такие примеры да что я называлась называлась софии или кого-то или не думайте что я их ненавижу или против просто я не должен какой-то догадные примеры приводить которые вам знакомы чтобы вы могли ну видеть реальные живые здесь но мое отношение к ним благородное я их люблю я их обожаю это не то что я унижаю их тогда не бог с ними слава богу я вам уже сказал с утра я не выставлю ярлыки ну человек так не понял в этом плане но в других планах мы бы нарушили мы бы он старается Богу угодить но просто вот это для нас чтобы мы не попадали в такие ситуации дальше какой должна быть правильная реакция получив от господина два таланта приобрел на них два и все четыре вернул господину не претендуя на то что это теперь его видите правильное отношение хотя он получил от господина всего лишь два таланта сколько он вернул господину все четыре и даже прибил сверху себя не берет во это отношение честности и любовь к истине кто-то говорит но я же тоже трудился ну хорошо пастор мне дал сто человек но сейчас же у меня пятьсот но я же тоже трудился но это же уже мой труд даже те которые были в начале которые пастор мне дал один человек только остался остальные уже ушли давни-давно это же уже мой труд некоторые так ну лукавые люди так говорят лукавые люди так говорят а он не скажет что если бы не было этого фундамента если бы меня не зрели если бы меня не созидали то я вообще где я бы был если бы мне не дали шанс возможности поэтому благородные люди которые любят истины что они делают они берут не только два господа дальнем возвращают они возвращают все что это их гордость что это их благодарность что господин ты мне дал два спасибо тебе большое посмотри что я я благородный человека я принесossa дополнительные два как знак благодарности что я не ну разжировал то что ты мне дал а я как благодарность Благодарность возвращаю к тебе. Во, как благородные люди ведут себя. Не присваивай себе, а приносит Господину, как значит, что вы не зря мне доверили. Вы не зря мне доверили. Вы правильно сделали, что вы рискнули мне доверять. Вот вам плод. Пример. Люди идут на имя пастора в соцсетях. И надо понимать, что это не твоя страница пользуется такой популярностью. Это удел пастора. Его имя привлекает аудиторию. Не понял, что в соцсетях. Я не понял, почему в соцсетях. Короче, у нас, допустим, в Киеве здесь, вот эти церкви были, да? Посольство Божие. Что мы делали долгие годы? Люди, которые каяли в центральной церкви, мы же направляли их в районы церкви. Мы говорим, вот наша церковь там, наша церковь там. И люди эти даже не понимали, откуда их церкви росли. Многие каялись, допустим, в центральной, потом они оставались в своем районе. И автоматически в церкви росли люди. Они уже не понимали, что это не на них люди шли. Это на ту репутацию, которая была. Заработано. Хозяин не должен был никому ничего давать. Мы не должны почитать любой шанс служить, не только в церкви, как само собой разумеющиеся. Мы думаем, что нам кто-то должен или обязан. На самом деле нам никто ничего не обязан. Пастор, лидер, это тот человек, который тебя помиловал. Он остановился, не прошел мимо тебя и протянул руку помощи. Его надо только благодарить за это. Благодарности достоин даже тот, кто напоил вас водой. Даже если только водой тебя напоют. Уже достаточно тебе благодарить. Дальше. Марка 9 глава, 41 стих. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А в посольстве Божьем не только воду даем. Это такие тренинги, которые мы сейчас получаем с вами, такие обучения, это тысячи долларов стоят. И никто не будет возиться, чтобы действительно помогли вам это исполнять. Это не только воду здесь дают. И вы не найдете такую церковь, где так обучают, так тренируют, так вкладывают в человека. Не найдете не только в Украине. В мире надо постараться еще, чтобы найти такую. Тем более благодарности достоин тот, кто вкладывает вас самого в себя. Но даже родные ничего вам не обязаны. Они родили вас, дали образование. Их нужно только благодарить. Так что винить вообще речь не идет об этом. Винить вообще речь не идет об этом. Благодарить только. Только благодарить. Дальше. Цена неблагодарности. Когда Бог видит неблагодарное сердце, человека ждет один суд. Матфея 25 глава 26 стих. Лукавый, раб и ленивый. Матфея 25 глава 30 стих. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вот. Иногда мы думаем, что достаточно принять Иисуса Христа в Господа. И тогда не надо будет, мы не попадем в ад. Но здесь в этой истории Иисус рассказывает о себе, как о Господине. И эти люди его рабы. Это точно так же, как мы его рабы сегодня. Получается, что эти люди были его последователями, или верующими в него. Они не только были верующими, они были служителями его. Оказывается, Бог может служителей, даже служителей своих послать в озеро Огненное, где будет срежение зубов. По каким причинам? По причине неблагодарности, по причине лени, и по причине лукавства. Потому что в сердце, Бог по сердцу судит. Потому что ты не возрожден, ты не живешь с твоей истиной, ты не любишь истину. Даже служители, он говорит, я никогда вас не знал. Я вас не знал. Мы же делали чудеса твоими, мы же творили чудеса, и так далее, и селяли. Вы не любили истину зато. Вы дожили в вашей жизни. Двойную жизнь. Вы лукавили направо и налево. Служителей своих послали в озеро Огненное. Потому что лукавство не было истинной. Все неблагодарные к людей, вот уши, которые ждут. Все лукавые к людей, вот уши, которые ждут. И ленивые к людей, вот уши, которые ждут. Ад. Причина такого сурового приговора легкомысленно, как к должному отнесся к доброте чужого человека. То есть, когда мы так же легкомысленно относимся к доброте родителей, родственников, служителей, пастырей, лидеров, и их доброту мы превращаем в обвинение против них же. Мы не заслуживаем ничего большего, чем осуждение. И это заслуженное осуждение. Неблагодарность Первый шаг к предательству. Сначала человек ропщет, что кому-то дали больше. Потом завидует, проявляет недовольство тем, что у него уже есть. Затем начинает обвинять и перекладывать вину на другого человека за то, что тот ему помог. вырезает как сепожка. Сначала тебя отдали, потом привыкаешь к этому и начинаешь ропщаться, что тебя не додали. Неблагодарность. Потом ты уже начинаешь завидовать другим, которые имеют больше тебя. И ты уже начинаешь эту вину не признать, что если я хочу больше, я должен трудиться больше. Если я хочу больше, я должен пахать больше. если я хочу больше, я должен, но дело точно тот дело, чтобы иметь то, что у него есть. А так замять истину и начинать говорить, что не потому, что я не работаю, а потому, что тому больше дали. Но как можно? Но как можно? И это приводит к предательству и убийству. Это то, что почему Каин убил Авел? У Авел получилась, у Каина не получилась, зависть, неблагодарность, а потом уже охоту на вегму. Значит, надо уничтожить, надо отстранить раздражителя, у кого получаются. о к чему неблагодарность приводит. Лукас к чему приводит. Да. Томас Фуллер, английский богослов, историк и биограф. Благодарность самая малая из добродетелей, тогда как неблагодарность самый худший из пороков. Благодарность самая малая из добродетелей, тогда как неблагодарность самый худший из пороков. Благодарность самая малая, потому что это самое элементарное. Благодарность от сердца должна быть элементарной для всех нас. Это самая естественная душа хожая благодарность. Совесть очень благодарит. Но если ты заглушишь совесть, если ты заглушишь истину, будет неблагодарность, а это самое хуже. Самое хуже из пороков человеческих. У кого уже потеряна благодарность, уже у него потеряно все. У кого нет благодарности, тот уже потерял себя, потерял совесть, потерял душу и потерял себя. И рано или поздно он потеряет небо. Потому что если у тебя нету благодарности, у тебя нету ничего. кому сколько талантов было дано. Тот, кто получил один талант, не остался с пустыми руками. Нет людей, у которых бы ничего не было. Бог всех наделяет дарами и талантами. Но нет необходимости переживать, кому и сколько талантов дал господин. Не надо переживать, что у кого-то есть. Не считай шужие карманы, не считай шужие копейки. Каждый одарованный Богом, каждый благословлен Богом чем-то. Каждому Бог наделил какие-то дары и призвания и это самое. Не завидуй никогда. Будь благодарен за то, что у тебя есть. Каждому Бог что-то дал. не за что переживать, что у кого-то что-то есть, кого-то нет. Трудись, у тебя все будет. Даша. Чем нужно было заниматься, получив один талант? Даже если ты один талант получил, у тебя что-то есть. Ведь ты что-то получил, нет таких людей, которые бы из чего-то были получили от Бога. Бог нам всем делил. Наше дело заниматься развитием, умножением и реализацией того потенциала, который вложил в нас Бог. даже есть у тебя самое малое. Просто будь фокусированы. Фокусированы на то, чтобы заниматься развитием, умножением того, что у тебя есть. Потом один талант станет десять, если ты будешь продолжать заниматься умножением. Один всегда становится два. Все начинается с малого. И малое все становится большое, если ими заниматься. Все малое становится большим. Если над ним работать, нет места для зависти. Один талант это всего литвы отправной тушки. Это всего отправной тушки. Но вместо этого человек оставил свой талант без развития. Закопал в землю. Тем самым растоптав доверие господина. Он не только завидует другим, но еще и пренебрег тем, что у него уже есть. Из-за зависти ты вообще забываешь, что у тебя что-то есть. Из-за неблагодарности ты даже уже не видишь, что у тебя есть. И ты уже все вообще забываешь, что у тебя что-то есть. Как сейчас мы все ходим и говорим, ой, посмотри, того-то вот тот талант, у того-то способность, а у меня этого нет, этого нет, этого нет. Давайте перестанем переживать о том, чего у нас нет. Давайте будем начинать переживать о том, что я делаю с тем, что у меня есть. Проблема не в том, чего нет. проблема в том, что я делаю с тем, что у меня уже есть. У всех нас живота нет. Нету таких людей, у кого все было бы. У всех что-то живота нет когда-то. Но главный секрет успеха займись, занимайся тем, что у тебя есть. Тогда ты будешь приобретать постоянно то чего нет. Когда человек пренебрегает тем, что ему дали, тем самым он обвиняет Бога и своего господина в несправедливости. Как это мне так мало дали? Это порог, против которого нужно бороться и преодолевать в себе. Если человек не ценит доверенное ему, рано или поздно он предаст. это то же самое, что люди говорят, я не могу идти на ретрит, я не умею то, я не умею то, я не умею. грязь что бог бог дадал мне таланты, бог мне не дал, это уже не господина моя вина мы уже обвиняем самого бога, это уже бог виноват, это уже бог не дадал, это уже бог виноват в твоей неудачи, что вы тогда после этого ожидаете, что он возьмет вас, добрый пожалов в рай, о, ты такой хороший, он тебя выгонит с топороками, или как говорят, с тропоками, или как говорят, а? Да, с тропками, как там, с тропами, он тебя короче выгонит вон, без следа вообще, озеро огненное ждет, неблагодарные детей, озеро огненное ждет, бог тебе отдал все, что тебе надо для успеха на земле, бог никого не посылай на землю пустыми руками, бог тебе отдал все для успеха на земле, это твоя лень, твоя безответственность, заставляет тебя думать, что тебя не дали, я всегда думаю, как это люди, вот честное слово, давайте, я не для унижения, да, я не хочу вас унизить или что, но я вам скажу, как я думаю, от сердца, послушайте меня, и я, не только я так думаю, бог так думает, будет неприятно, но задумайтесь об этом, если кто-то здесь, кому малыши 50 лет, вам малыши 50 лет, и вы ходите пешком, то есть у вас нету машин, поможите мне рукой, вам малыши, но вам меньше 50 лет, и у вас нету машины, вы не ездите на машине, на авто, не подождите, вы не ездите на автомобиле, в своем городе, или в киеве, теперь апостите, теперь сухонжите сюда на мэр, вы знаете кто-вэй? Вы знаете кто-вэй? Линдзиан, линдзиан и лукави, теперь слушай, я вам докажу, скажите мне пожалуйста, берите ли вы общественный транспорт, не слышу, не надо чтобы я вас вытягиваю из вопроса, отвечай, опозуетесь ли общественным транспортом, берите автобус, трамвай, что еще как называют, метро или что-то еще, там есть маршрутки вот, есть закрой, вы знаете, слушайте меня сюда, я на машине езжу, я не могу поднимать голову, когда я в машине, иногда только происходит, я постоянно чем-то занимаюсь, потому что мне неприятно поднимать голову, меня болит душа, когда я прохожу, и эти автобусные станции, но обстановки, или остановки, обстановки, остановки, вот в этих остановках вижу куши людей, стоят в очереди, ждут, вот здесь в Киеве сейчас маршрутки говорят, маршрутки и многие из них смотрят здоровые, многие даже мужчины, многие даже не восемнадцать лет, ладно еще восемнадцать лет, или пятнадцать лет, а многие здоровые, как я, сорок лет, тридцать лет, и я смотрю на них, что они думают головой, чем они занимаются своей головой, теперь вопрос к вам всем, которые без транспорта, смотрите на меня сюда, особенно мужчины, когда вы стоите в этой остановке, ждете трамвай, или автобус, или маршрутки, машины же постоянно, не только моя машина, тысячи машин проходят мимо вас, правильно, что происходит внутри вас в это время? Зависть, молодость, стыдно, молодость, вы видите, что иногда за этими рулами сидят даже малолетки, молодые, не все вары, не все вары, и не все от родителей, многие из них зарабатывали, у вас что, совесть не мушает? Вы не задаете себе вопрос, почему я должен, я же украинец тоже, я же живу в этой стране так же, как и эти, значит, они что-то знают, что я, вот искренне человек рассуждает, человек, который любит истину, так рассуждает, эти люди знают, что-то, чего я не знаю, как бы мне это найти, кто мне поможет, пускай кто-то меня воспитывает, помогает, учит, наставляет, что, как они трудятся, как я не трудюсь, это искренний вопрос себе, и не надо, почему я здесь, они там, не надо смириться с этим, кто-то говорит, но я хожу на завод, работаю, на завод, у меня зарплата 3, 3, 3, это как один ко мне пришел, я говорю, пастор, вы на домашней группе, вы на домашней группе рассказываете, что мужчины без машины в 30 лет или 40 лет, лентяне и так далее, я с вами не согласен, я возмущаюсь, потому что моя жена там была тогда, и она услышала об этом, и говорит, пастор, я 2000 гривен зарабатывал в месяц, это считается большие деньги в Украине, и я говорю, слушай, я тебя найду пасана 16-летнего, который 2000 гривен зарабатывает в день в Киеве, в школьник, 16 лет, в день 2000 гривен, и этот парень говорит, если кто-то зарабатывает меньше 1000 гривен в день в Киеве, это лентяне из лентяев, это 16-летний говорит, зарабатывать меньше 1000 гривен в день говорит, это преступление, либо человек полностью тупой, или без головы, он говорит, это не мои слова, это его слова, не без головы, потому что мне смирить себя, и тихо, 16-летний или устроиться на работу, на него работа 30-летний ребята, 40-летний ребята, а они ему от с год годится, и он платит им зарплату, кто был здесь вчера, или позавчера, когда у Зинченко был день рождения, кто здесь был, кто видели, поднимите ваши вы думаете, что они без машин, все эти, которые здесь стояли, вы думали, что они без машин, они не только с машинами, после 2 года, 3 лет, 5 лет, с реп центра, которые вообще школу не закончили. Они еще дают работу обеспечиваю машин другим. Только please, один please, что только за прошлый год, его реп центре 10 машин купили. За один год, 10 машин. Это реп центр. Потому что научили их работать, научили их платить весь финанс. Научили их стачек. Вот мой охрана, который бегает с мне здесь. Он год назад закончил адаптационную квартиру. И сейчас он уже купил машину. Год назад закончил. Он даже не умел ездить, но он уже купил. Потом он по ездил, он уже ездил еле как нибудь. Но я молодец. Он не стоит в автобусе, в автобусной станции. И начинает нос. Они украли у кого-то. Это папа им купила, это мама им купила. Это мои родители бедные. Родители не помогают. Такая несправедливость. По заднице тебе надо проехать. Чтобы ты проснулся. мы не любим истину. Если бы мы любили истину, мы бы сказали помогите мне. Но я никакой. Но я никакой. Мы сдались. Мы бы пошли ушиться. Мы бы сказали покажите мне. Покажите мне. Берите меня за руку. Зелайте что нибудь меня. Зелайте меня человека. Мы должны ради этого. Особенно для мужчин. Девушки еще ладно. Они ждут чтобы члены против ez. в меня претензи. Потому что у меня не длинное можем претензи. зубриот ну же сам себе сделала шанова потом будет себе претензий во мне плохо живем зачем ты вещь на зачем ты вещь куда ты положил на твою глаза как раз и что за него где твои мозги били о он не задерживает не обеспечивает он шоу насилием тебе взяли ли что ли где веревки которые тебе связал он что веревками тебе связали с материн и дом или отцовский дом потому что мы халяву хотим мы халяву хотим за эти замужества за это замужество кроется аллехали ава никто не как ни одна женщина не должна за ни за кого выйти замуж пока она не убедится что она сама уже состоялась что она сама уже полноценная и что она уже сама счастлива сама по себе и только после этого можно выйти зам а любовь истины мы должны правду говорит друг другу поэтому убегают не хотят ко мне попасть на ретрит чтобы не услышать правду и мужчины не хотят и женщины не хотят человек хотел большего раб в притче хотел получить больше но неправильным путем мы все хотим получить больше мы можем через труд поэтому бог назва его ленивый лукавый если ты хочешь получить больше ты можешь получить больше конечно я понимаю что есть люди которые не имеют машины сейчас но они это смотрят как нас временное явление во это мудро я пока не имею но через год я у него у него есть план они работают они трудятся они это уже вот это уже пошел вечно он не смирается с тем что но он трудится он старается он имей планы а вот что надо что я не всегда буду ходить в этом прокладом трамвай короче поехали раб в притче хотел получить больше но неправильным путем через то чтобы оскорблять унизить и обокрасть другого получить больше можно но только через труд люди не задумывается о том что если им недостаточно то чтобы иметь больше нужно больше трудиться пахать очень просто поэтому это человек бог назва его ленивого труд это самый большой благословение который бог даже ловика на земле через труд мы можем стать кем мы захотим дальше делить по справедливости это менталитет халявы почему я говорил о машине до что кто без машины потому что в украине сегодня машина это уже не роскошь но поверьте мне можно машину купить уже за 5 тысяч долларов за три за 4 тысячи долларов машину найти даже за две тысячи я знал кто купил машину но о чем тогда лишь но о чем тогда раб хотел получить что-то не заплатив цену на халяву о во всем наша проблема вот где все происходит вот где все происходит мы же проблемные мы же не искренне не счастливы на халяву на шару забрать у того у кого много поделить поровну и можно не работать есть люди у нас у меня даже в серпе которые ждут благословение все время мы тут облагословить в прошлом месяце мне подали 100 долларов я обсудили богу что в этом месяце мне благословение 500 аллилуйя аллилуйя я пасе и пидесят я знаю что я положу 500 аллилуйя 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 забрать залилов же благословение на повод под халяву и под шару маги чтобы спрятаться чтобы ничего не делать я не знаю я обыкну я заключить за весь богом чтобы в этом году моя квартира я не знал но я не знаю как он это сделал он это сделает ты думаешь у бог ну это самое ты думаешь у бога какой не казахсталова дурак на воробе какое слово лапу ты думаешь у бог не далеки ты спрашиваешь у бог не разгадал ты думаешь у бога бог вотанк обвестит вотанк так просто ты думаешь он лапах или как там лапу он в курсе он знает тебя лучше чем ты сам думаю ой а я заключил завед я его поставить еще не родился тут он тебе уже раскусил до того как ты написал этот завет он тебе уже раскусил другой работал а я имею тоже что и он социализм от каждого по способности каждому по потребностям но потребностям но потребностей может быть очень много и потребности могут сильно отличаться от способностей понимаете счета еще раз социализм 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 от каждого по способности каждому по потребностям но потребностей может быть очень много и потребности могут сильно отличаться от способностей поэтому уловила света как ты парила я буду стараться бороться с тем моментом о котором вы говорили а ну как я это понимаю мне кажется что потребности как раз выше у тех людей у кого способности или желание работать меньше всего почему-то чаще всего так бывает даже если смотреть на состоятельных людей у них меньше понтов а они меньше ну даже то как они одеваются то что они используют жизни это все гораздо дешевле чем люди которые просто ну стараются делать вид вот как раз хорошо что ты взяла микрофон я вспомнил мой вызов тебе ты попала попалась опять я вот ну если не секрет может быть мама здесь моим нет но если не секрет и скажи сколько маме лет 65 исполнилось воскресенье воскресенье я не могу понять это и тебя совесть не мушает что она еще работа и 65 лет при наличии тебя при том что ты есть на свете я тебе сказал надо тебе купить машину даже не если не для тебя то ты со мной едешь машин на матери надо думать и что мы думаем по этому поводу визу 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 принимаем или мы проскочили да пастор совесть безусловно мучает особенно после всех последних общений которые вы проводили вот перед служением помазания и относительно машины когда вы сказали вызов приняли и уже делаем шаги в этом направлении даже если не ради себя женщины 60 всю жизнь работают ну каааа ну извини дай бог чтобы бог ей сохранил жизнь но всю жизнь работают когда же она успеет жить она же не успеет пожить я знаю что не успеет одного такой ситуации поэтому я специально потому что я знаю что она уже сделала вывод но я специально это сделала чтобы мы все думали головой можно себе не купить но родители которые скоро вот сейчас умрут они живут все вдохнут скоро от этой работы они тебе дали все хотя бы что нибудь сделала вот не ради себя вот ради твоих же не для моих же родителей а для твоих не для моих а ради твоих родителей вот почему стоит пахать вот почему стоит считывать собой вот почему стоит паспит послушный вот почему стоит найти кого-то чтобы смириться чтобы тебя научили чтобы тебя гнали пен но это то пенком дали чтобы ты стал человеком я специально сейчас создал ну центр отсутствия называется ну у нас репт реабилитационный центр есть где мы ну помогаем но люди не которые не хотят идти в реабилитационный центр потому что я говорю я не алкоголик я не хотят центр для всех помогает всем состояться просто помогает тебе стать ответственным человеком ну поэтому мы создали сейчас новый центр называется центр отца центр отцовства где мы обучаем мужчин и женщин которые захотят но мужчин стать отцами и программа такая мы запускаем это сейчас уже начали работать программа такой чтобы человек там находился полгода и за полгода дать ему профессию научить его работать стать целостным внутри чтобы после 6 месяцев чтобы он уже купил машины 6 месяцев достаточно в то время в котором мы сейчас живем а через еще 6 месяцев когда будет 20 но 4 6 сами 12 месяцев в этом центре отсутствия чтобы он уже купил землю а потом еще через 6 месяцев чтобы он уже построил дом вот через два короче до двух лет за 24 месяцев чтобы у него уже машина и уже дом был куплен и а потом уже работают поэтому уже получаются потому что я понимаю что я буду вот так разговаривать и все слушают и молятся чтобы побыстрее я закончил чтобы я побыстрее перешел с этой темы на другую надо я понял что надо создать какой-то стабильный центр где мы будем взять просто так за руку и помогать просто людям со человеком потому что мама не дала папа не дала семья не дала общество не дала кому мы же должны что-то с этим сделать спасибо тебе можно пару слов пастор коль вы затронули эту тему я хочу сказать вам спасибо за то что вы научили меня как по-настоящему любить маму я опять же повторюсь думала что я красавица в этом направлении не ну как бы всегда все завидовали маме моей все что у нас как идеальные отношения но когда моя истина столкнулась вашей истиной это был ну большое крушение я рыдала тогда всю ночь после того как вы объяснили мне некоторые вещи и сделала для себя выводы и спасибо вам потому что сейчас я делаю определенные вещи я еще очень далека от того что я планирую делать но во всяком случае я уже делаю стабильно определенные вещи и я никогда еще не видела мою маму такой счастливой и я сама еще никогда так было не была счастлива когда видеть как радуется мама поэтому спасибо пастор что вы учите нас любить наших родителей и делать для них все возможное пока они еще живы чтобы потом мне было мучительно больно спасибо пастор жизнь вознаграждает человека только за то что он сделал не жалуетесь на судьбу жизнь справедливая жизнь будет вознаграждать вам и давать вам то что вы заслуживаете принцип жизни говорит если ты хочешь что-то иметь ты должен потрудиться жизнь вознаграждает человека только по мере того что он сделал какие усилия приложил какой труд совершил или какую добавочную стоимость создал пример никому не принесут домой кушать только потому что человек голоден костюм который хотел бы иметь в своем гардеробе тоже с неба не упадет мало ли чего в жизни хочется мало ли то что тебе хочется по жизни и если ты будешь дать сюда если ты будешь дать сюда и потому что у нас все полно людей которые только и чудеса ждут они только чудеса и ждут чудеса и 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 А я что, хуже? Я что, хуже, чем те, которые судите свали вчера? Я тут и жду свою сюда, дорогой. Не дашь? Все, я тогда никем не буду. Вот что мы Богу говорим. Неблагодарное это самое. Кашунственное это самое. Надо взяться за ум, свернуть рукава и говорить, Господь, ты уже мне все даешь. Прошу прощения, каюсь за то, что я недостатус на счет дела. Я буду оправдать твое доверие. Я не позору тебя. Я прославлю тебя. Я буду делать по две работы, три работы, четыре работы, пять работ. Но я еще достойно, жить достойно тебе, Господь. Прославить Твоё имя Божье. Ты уже мне ничего не обязан дать. Это я теперь должен тебе отдать. Благодарность Твою. Я уже должен тебе только отдавать славу и благодарность. Жизнь не милосердна, но справедлива. Жизнь умеет сурово наказывать. Это уж сухой и жесткий судья. У жизни нет чувств. Оправдание. Мама умерла. Я из неплагополучной семьи. Никому не интересны. Даже если мама, и даже если папа и мама умерли в один день, если человек не будет трудиться, он умрет с голода. Жизнь не милосердна, жизнь не милосердна, жизнь не милосердна. О, может быть, я слышал, какую-то проститутку взял, женился на неё, миллиардер, и она теперь хорошо живёт. Я буду следующим, стану проституткой. Может быть, повезёт. Мы же так живём. О, я где-то как-то слышал, что кто-то пришёл в протестантскую церковь и там помогли попасть в Америку. И теперь человек в Америке пропадает. Только вы не знаете, что он пропадает. Он в Америку только. Уехал в Америку, значит, всё уже хорошо. Ага. Ага. Рассказывай. Законы жизни веки здесь те же самые. Если он здесь пропадает, и там пропадёт. Чтобы вы знали. Жизнь справедлива. Ну, может быть, не милосердна, но справедлива. Может быть, не милосердна, потому что у жизни нету шуз. Но справедлива. Жизнь умеет сурово наказывать. Как наказывать? Сурово. Как наказывать? Сурово. А вы знаете, как мы отвечаем на эту суровость? Мы ходим со пламя, или как мы говорим? Со пламя. Со пламя. Мы ходим со пламя, и начинаем рассказывать. Закончил я институт. А потом трагедия. Кто-нибудь пожалейте меня. С этими соплами умрёшь. Жизнь не убирает сопли. Пока ты не начнёшь жить по правилам жизни. А мы что делаем? Только и ждём, чтобы кто-то нас пожалел. Вышла я замуж неудачно. Ты что, кто-то виноват за это? Кто-то виноват за это? Где твои глаза были? Кто-то за это виноват? Вечно не замуж? Аминь, удачно не замуж? Аминь, не, как там я сказал? Неудачно. Воу, теперь проснись. Проснись! И забудь прошлое. Восмись теперь за ума. И закатывай руковод. Ага, ага, ага. И ждать, начинать говорить. Чтобы кто-то приезжал тебе головку по гладил. Головку по гладил. Потому что ты виноват не замуж. Не ударь не замуж. Чтобы тебе за тобой ходили. И головку гладили тебе. Ты что, на самом деле? Ты что, на самом деле? Ты что, на планете? ну космонавте вина блака только и литит на блака только и литит так как это литерство литер на блака космонавте космонавте джейсов всем другом шо-шо-шо-шо-шо на грегор надо нам как подыхала вы немножко чтоб мы начали шевелиться слава богу я благодарю вы правильно сказали про меня тут ведь даже полетра горой то согласила со мной хотя в 70 лет потому что любовь истины нашум и полюбили прав жизнь не милосердна тебя никто не пожалеет а я пришел к русскому никто не помог а потому что он трудится ему некогда досоп ему некогда досоп ну а те у меня блака русскому в принципе состоят русскому мужа вообще богатый а вапа мне меня не влюбили не внузи не полюб не влюбили слушай вызывай жалость да галавойду матнан надо рукава закатат и паха джезь умерзь сурова наказава ленивих лукавих бесатвесвенех жисть это сухой и жесткий судья что я сказал не слышу жисть это сухой и жесткий судья жалость жалости нет жалости нет одни боли одни боли одни боли одни боли причем не желеешь что ну уже достаточно пострадал давай пожелаем не будет продолжаться боль пока ты сам мне просто зову у жизни чувств нет выйди в мое положение никто не выходит положение каждый за свое положение переживает каждый за свою шкуру переживает дорогой а твое а твое положение потому-то и твое никто никого не это самое не должен но папа умер я не из благополучной семьи слушай покажу тебе сотни людей таких которые тоже из благополучной семьи тоже папа и мама умер и они стали человеком так что басни басни легко рассказать басни это ничего не стоит просто открыть рот и басни и все на тебе басни готова литву дукаш димонжет литву дукаш димонжет на тебе басни готовы но парад да вести дела до конца по терпеть боли неприятности вошь то жизнь уважаем вошь то жизнь взял вас на но нас настав наставлял вас но займ если вы найдете кто-то кто будет заниматься вами умолитесь ему просто руками и ногами хватайте просто кто-нибудь может мне сказать где центр отцовства и телефон нет телефон может кто-нибудь знает центр отцовства телефон нет никита это никита василенко лидер центра отцовства дай мне телефон никита никита василенко 098 дай или ну как там еще москве приход а или ну через полгода все уже становятся человеком люди как люди хоть школу не закончили но за полгода уже становятся человеком людьми дальше каждый человек должен сделать себя ценным почему за один костюм можно отдать 500 долларов а другой стоит только 30 разница заключается в различной добавочной стоимости этих костюмов цвет качество ткани там где тщательно потрудились там выходит ценный продукт за который готовы платить много если мы будем трудиться над собой мы становимся качественным продуктом за который выдают и отдают много ценностей но если мы не трудимся над собой это все зависит от качества объема труда каждый ценный настолько насколько он потрудился над собой послушайте сюда не живите в иллюзии что только из-за того что вы человек вы уже сенны да то что вы человек вы уже сенны но только по ссанды и по ссандаму уже это понимают весь мир это не понимает жизнь это не понимает что то что ты человек это уже сенен почему ты не идешь на улице и не устраиваешься директором завода на следующий день не в этот же день почему тебя не директором потому что ты человек или почему ты не выходит на улицу и не становится хозяином макдональдса только потому что ты человек человек это еще не ценность человек сенен настолько он поработал и потрудиться над собой чтобы стать директором завода ты должен показать документы подтверждения что ты уже трудился и достоин что тебе можно доверить этот завод чтобы стать хозяином макдональдса ты должен уже показать твоими результатами что ты трудился над собой только объем труда который мы совершаем над собой показывает нам какая наша ценность определяет нашу ценность иди сюда то были симпатичны он или я конечно он конечно он конечно он то были накрашены конечно он то выше ростом конечно он у него все собрано у кого более приятный приемлем в Европе кожи в Украине кожи тела конечно он у него все собрано а а почему я иду а он разве дорогу чтобы я прошел потому что не я разве дорогу чтобы он проходил он разве дорогу чтобы я проходил потому что свое время это объем труда который я совершил над собой определяет ценность кто кому разве дорогу не потому что он более симпатичный чем я не потому что он более красив с кожей не потому что он более мощный все зависит от труда который каждый совершал или не совершал над собой кто не понимает или нет если он музыкант и я музыкант но я музыкант как курица играет на ямахе а если он трудится над этой музыкой то шесть часов день вот почему он допустим она лорак а я вот курица на пьянина называюсь потому что все зависит от труда то какой труд совершил над собой труд совершенный над собой саморазвит определяет ценность человека ценность человека не зависит от того что он наделся человеком только ценность человека исходит от того труда который он совершал или не совершил над собой насколько он полюбил труд насколько он полюбил истину и насколько он добросовестно выполнял этот труд и не лукавы не съехал не брехал а насколько он действительно реально совершал труд над собой Вот что определяет сыность человека. Вот что определяет, кто станет министром, а кто станет водителем его. Вот что определяет, кто станет директором завода, а кто станет дежурным. Но только дверь открывает полтора. Как к вактёрам, а кто станет вактёром его. Вот что определяет, кто станет начальником, кто станет охранником. С количества труда, которые человек называет. Жизнь справедлива в этом плане. Хотя она быть жалостной. Спасибо. Он правильно пою. Он правильно пою. Дальше. Пример. Почему один человек начальник, а другой уборщик? Не потому что жизнь несправедлива, а потому что один потрудился, закончил институт, работает с утра до вечера, а второй не сделал этого. Жизнь – вещь нелицеприятная, она не взирает на лица. Пример. За все надо платить. Девушка приехала в Киев из провинции и стала любовницей богатого мужчины. Замок, Италия, куча денег. Но есть и другая сторона медали. Если что-нибудь не так, она получает удар в лицо. Она сбежала от такого благодетеля, в чем была. Теперь она больше счастлива работая за копейки и живя в одной комнате с соседками, чем тогда, когда жила в золотой клетке. Он так считал, что никто ничего не поймет. Короче, девушка приехала в Киев из провинции и, ну, сначала училась, да, даже должна была учиться. А потом на третьем курсе махнула рукой и говорит, ну, чем я хуже, чем у других, моих подружек. Я тоже, может быть, где-то мы посимпатичнее, где-то, ну, даже чем вот это. Действительно, симпатичнее, между прочим. Но это не оправдание. Бросит институт, понимаете, и выходить. Хоть, слава Богу, тоже, конечно, она права, что она не вышла на панель, потому что были те, которые пошли на панель. Хоть она не пошла на панель, но завела себе, ну, как вам, нового украинца. Замок в Италии. Каждаф Тремесса Пайески. Нон, там, Гавайи, Острава, Анна, Желубила, Италии. Там, и купили Замок. Ага. Ага. Долго ждать не надо, чтобы все стало понятно, чтобы все стало на свое место. Скоро она обнаружила, что, оказывается, она не заработала этот замок. Вы идти замуж в Дашне, это еще не значит, что ты заработала. Да. Тут аплодируй, тут аплодируй. Француз, это правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя где замок есть? Что тебе еще нужно, кроме замка? То, что я тебя не вижу. Ну, что, что я иногда аж 12 сразу привожу с собой, просто, чтобы, ну, массовое, групповое, это самое. Это мои деньги, мой замок. А мой замок. А что хочешь? Пикнешь. Получишь. Ты же знала, что ты не кто, когда я тебя взял? Хочешь на халяву? Получишь за халяву. Хочешь за лукасство? Получишь за лукасство. Хочешь за лень и за шару? Получишь на голову свою. Слава Богу, что как-то приехали сюда, ну, родителям, понимаете, и старая подруга пригласила в церковь. Вот как вырвалась она. Теперь вот в крючевке живет сама. Работает там, красит ногти или что там красит. Но она говорит, что ногти от ногти красит, но намного счастливее, чем в том замке в Италии. Понимаете, моя речь? Шара невыгодна по-любому. И халява тоже никак невыгодна. Ничего не бывает на халяву. Притч 20 глава 17 стих. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. За халяву все равно придется платить только уже две тонны боли. Намного тяжелее, намного болуще, чем трудиться. Если бы потрудилась и закончила бы институт, боли были бы меньше. Поверьте мне, поверьте мне, не было бы так ужасно более последние годы. Я же сейчас выходить сколько лет? 45? Кто же уже не берет? Спроса уже нет. Спроса уже нет. Спроса нет. Ага. Страшное страдание Ей-то еще повезло, ей-то еще повезло, ребенка не было. Представьте себе, еще какие-то малюками будут за ней бегать, это же вообще катастрофа. Она бы вообще не вырвалась, если бы эти дети были бы там. Страшное страдание настигают тех, кто хочет получить что-то на халяву. Люди платят потом больше, чем если бы трудились. цена халявы дороже, чем цена труда. Запомните это навсегда. Цена халявы дороже, чем цена труда. Что я сказал? Не слышу. Только эта цена халявы приходит чуть попозже, когда ты уже не в силе. Как та девушка, когда ты уже не конкурентоспособна. Допустим, когда тебе уже 60, уже на завод тебя не возьмут. Вот когда. Не слишком жестко я с вами сегодня, не слишком откровенно, не? Не обижаетесь на меня? Я для вас готов и аж три дня. По-хорошему так пытался. Каждому дается по его силе. Это и определило, кому и сколько талантов дал хозяин. Он знал, что тот, кому он дал один талант, не справится с двумя. Но когда справится, тогда получит и пять. И это справедливо, потому что хозяин имеет жизненный опыт. Тем более Бог, который знает все наши слабости, что мы можем и чего мы не можем. Бог, давая минимум тебе, не принадлежит тебя, не унижает тебя. Он просто дает тебе шанс доказать, что ты справился с минимумом, чтобы затем мог тебе отдать больше. Понимаете или нет? Никогда не обвинайте вашего благотворителя. Благотворителя, мы говорим? Никогда не вините благотворителя. И лидера тоже. Если лидер тебе не дает служение или не дает лидерство, он знает, что делает. Будь лучшим там, где ты есть. Прояви лучшее качество. И доживется, ну, дождется. Ты докажешь твоим трудом, твоей добросовестностью, с чем ты способна. Обвинение в несправедливости. Только человек, который перекладывает свою вину на другого человека, способен подумать, что виноват хозяин, что он несправедлив. На самом деле, такие обвинения – это признаки бунта, непослушания, неблагодарности, кощунства. Не обвинайте дальше. Бросать господину обвинение. Это уже предательство, кощунство. Нельзя так говорить со старшими, своими благодетелями, теми, кто вам помог. Когда человек ведет себя так, он пожнет тяжкие последствия, разрушает свое будущее, потому что хозяин силен, отказывается от него, забрать обратно то, что он дал ему, и тот остается ни с чем наказать его. То есть, вообще-то, обвинять и бросать обвинение на хозяина, или на господина, или на лидера – это же шеревото. Это шеревото, потому что это человек, который ты обвиняешь, хозяина, который ты обвиняешь, он же сильнее тебе. Он силен наказать тебе. Он силен разрушить и препятствовать, остановить твое будущее. Он силен забросить тебя, вообще проигнорировать тебя, вообще выбросить тебя за бортами. Он силен собрать вообще этот один, который он тебе дал, талант, вообще оставить тебя за бортами. Он силен какие-то реальные последствия, тяжкие наказания за то, что ты им принабрёг, и за то, что ты поднял на него руку. Так и Бог, так и всякий лидер, который поднял нас, на то он и лидер, на то он и отец, на то он и родители, кто создал нас, тот и может нас уничтожить, кто поднял нас, тот и может нас отпустить. Поэтому это шеревото. Ну, не благодарное делать, не стоит. Не лезь туда, не лезь туда. Всякий раз, когда мы жалуемся на обстоятельства и на условия, мы лукавим, перекладываем ответственность и вину на другого. Такие люди постоянно ищут причину своих неудач не внутри себя, а вне. Кто-то виноват, что-то не так, поэтому у меня не получается. Я не преуспел в жизни, потому что внешние факторы неблагоприятные. Вообще-то, если вы находите людей, которые находят объяснение своей неудачи и своей недостостоятельности именно во внешних факторах, бегите от таких людей. Муж виноват, жена виноват, дети виноват. Это, вот вам, кандидат наш, кошунственный, неблагодарный, лукавый, ленивый. Вот, короче, букет. Человек, который не любит вести. Причину всегда надо искать в себе. Внешние факторы всегда сильнее внутренние. Внутренние факторы всегда сильнее внешних. Если кто-то постоянно обвиняет внешние факторы, причина своей неудач, это кошунственный человек. Это ленивый человек. Это лукавый человек. Мы все всегда должны искать причины нашей несостоятельности. В том, что я еще недостаточно потрудился над собой, недостаточно я приобрел прибавочную стоимость, недостаточно развил себя, недостаточно занимался самообразованием, недостаточно учился, недостаточно смирился, недостаточно следовал, недостаточно принимал опыты хорошие. Внутренний фактор всегда сильнее, чем внешние факторы. Причины своей несостоятельности нужно искать не во внешних вещах, а во внутренних. Это я не справился, не платил цену. Это я не справился, это я не платил цену, это я не сделал достаточно, это я вел себя неправильно. Вот это позиция ответственности, вот с таким человеком будет толк. Но если он постоянно внешний фактор, все, на него можно мокнуть рукой, пускай, короче. Могила исправит, могила исправит. Причины поражений и неудач нужно всегда находить в себе, а не в ком-то другом. Пример. В Англии человек чувствует себя на коне, если имеет возможность приобрести землю, а здесь жалуются. Земля то есть, но трактора же никто не дал. В Англии вообще там мало земли. Там нет, это не право каждого себе, гражданина, приобрести землю. Это только человек, который сын, и нет, и деньги побольше. А здесь у нас каждый гражданин Украины может в село поехать или где-то написать заявление, тебе дадут землю. Рай мы живем, в раю мы живем. В раю мы живем. В раю мы живем, говорю вам. В раю мы живем. А вы знаете, что наши? Ну толку, что землю дают, трактора же не дают. Вот наш народ. Вот вам наш народ. Вот вам наш народ. Я сам слышал это, такие разговоры своими ушами. Ну толку, что они дают землю. Они же при этом нам не дают трактора. Я говорю, слушай, я тебя сейчас врезаю. Я сейчас собираюсь. Я сейчас как врезаться в тебе, как пройдусь по тебе. Ты же, ну извини, ты же последний это самое. Ты же, ты же не в человек вообще. Ты же потерял человеческие свойства. Давно. Ты уже потерялся полностью. Ты же уже. Попытка перекладывать вину на другого, это попытка отстаивать свою правду, но не Божью. Человеческая правда не соответствует правде Божьей. Если англичане услышат, что здесь дают землю, переедутся и соберутся перед носом. И потом будем работать у них фейшером. Или кота вышки, кем еще работают? Фермером. Фермером. Оправдание это перекладывание ответственности на других. Матфея 25 глава с 24 по 25 стихи. Подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь. Прикинь, теперь Господин виноватый. Вы представляете? Надо же до этого додуматься-то. Надо же до этого додуматься-то. Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Люди, которые оправдываются, постоянно находят причины, это лукавые люди, которые перекладывают ответственность на других. Вы можете себе представить, что меня судят в Украине? Меня судят. Обещают 12 лет. Вы знаете, за что? Там уже сотни человек прошел, свидетелей, что я мошенник. И ни один человек не сказал, что он дал пастору санды деньги, или она дала пастору санды деньги, или пастор санды подписал бумагу с ним, или что-то обещал. Даже они со мной не сталкивались. Даже если они ходили в церковь, ни один из них не приходил ко мне и сказал, пастор, можно туда влоги или нет. Даже ни один не советовал. И потом, адвокаты спрашивали, а зачем вы тогда заявление на пастору написали? Они, которыеines никогда не были в сердце здесь. Они вообще не верующие, они вообще не знают, кто такой санды. Они все равно написали заявление на санды. И спрашивают, 600 человек свидетельство было, 500 человек никогда не были в пастору свободу. И все равно написали заявление на санды. из 600 500 никогда меня не видели и спрашивали а почему вы написали заявление на него то ну говоря что у него деньги есть а ваши деньги кому вы дали вот ему не мне а там сидит бодушинка савона то-то говорит вот бодушинка дали то-то говорит вот за фонову дали а заявление на кого писали ну на вас сандея а зачем ну вот у айти джеттене гнет ни один человек вот страна в какой мы живем во страна в какой мы живем во страна в которой мы живем боже мой боже мой вот что делает отсутствие истины нас масштабной страны на масштабе страны обвинить господина матфея двадцать пятая глава а те которые ходили в церковь говорили но пастор же ушел а финансовом благополучия борода о если бы он не ушел мы бы не бы не инвестировали то есть господин виноват зачем он ушел зачем он пытался нас вытащить с чем он пытался я бы лучше бы нас не трогать это то же самое что если вы учите о себе а люди разводятся да то ваше обвинят потрясающе ай 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 а вот почему бог посылает таких людей а то только а шансов сосво будет лет таки к куды нет но это не мы посылаем это бог посылает поэтому меня винаем люди мы любим и благословляем но бог разбирается но бог по слову посылает а киклу и обвинить господина матфея двадцать пятая глава двадцать четвертый стих жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал обвинение в том что господин дал рабу один талант и ожидал получить два раб назвал своего господина жестоким и несправедливым обвинил его в том что он использует людей чтобы другие потрудились используют людей чтобы другие потрудились а прибыль принесли ему забыв при этом что все что у него есть даже то что он получил как прибыль это потому что хозяин уже сел меня хотят использовать это голос неблагодарности всякий раз когда вы слышите что человек боится что его будут использовать это потому что он эгоист и неблагодарный человек ленивый и лукавый пример это слышно от всех кто с обидой уходит из церкви в этой церкви только используют людей меня использовали а я здесь пять лет потрудился представьте себе вы и я знаю такие люди сидят есть ли у вас такое понимание что вы иногда боитесь что вас будут использовать я не хочу чтобы меня использовали ну что за дурацкие мысли вообще откуда у вас такие вещи а я не боюсь у меня использовали я хочу чтобы меня использовал вот вы меня сейчас не используете ли что ли во сколько вы мне платили чтобы здесь конечно это привилегия быть использованы и богом и людьми это привилегия быть использованы я хочу чтобы меня использовались вы знаете сколько людей живут в моем доме каждой неделе когда мало людей 50 человек живет в моем доме в моем доме 50 человек я счастлив вот этого у меня машина я не сижу и разводу ногу я забываю свою машину людьми и не платят бесплатно я хочу чтобы меня использовали спросили сколько людей я обнимаю селую но ложью себе на алтарь чтобы только кому-то было хорошо это шанс это привилегия быть использованы если вы слышите такие разговоры кто-то говорит а я не хочу чтобы меня использовали это человек эгоист это человек безответственный это человек ленивый это человек лукавый как будто он сам не использует никого ну это же конечно же это привилегия мы все молим Господи и потреби меня используй меня мы созданы наоборот чтобы быть использованы богом во славу божьей надо наоборот используйте берите меня используйте берите меня используйте 함у что ж он был закрутите закруйте это закрутите меня не ικό whales Люди сами себе использовали, ржавеном станешь. Ржавеном станешь. Конечно, это шанс, если ты потребен, если ты нужен кому-то, это счастье. Спросите у людей, которые уходят на пенсию. Когда уходят на пенсию, они же наоборот никому не нужны. И умирают побыстрее. Потому что умирают, потому что они никому не нужны, ни той, к ней используют. А быть использованы, это значит, что ты еще нужен кому-то. Это шанс и привилегия. Надо наоборот, чтобы ты еще платили людей, чтобы тебя использовали. Что за такие понимания, что меня из-за тебя использовали? Ты кто такой? Иди в зоопарк, тебе закрой, тогда тебя точно никто не использует. Это шанс и возможность. Человеку дают профессию. Слушай, слушай это сюда. Девушки, есть девушки, которые здесь не замужем? Красивая, и никто не смотрит. Ты думаешь, что это счастье от этого? Ты думаешь, есть счастье от этого? Что ты красивая вся и себя, и никто на тебя не смотрит? Наоборот, я хочу, чтобы на тебя обратили внимание. Столько красота, если никто не восхищается. Тот же музыкант, что ты можешь играть аж. Бентровень тебя завидовать будет. И никто тебя не пользует, не просит, чтобы ты играл. Никто не восхищается, никому, никому играть. Толку с этого таланта, если никому играть. Конечно, мы хотим, чтобы нас использовали. Толку твоей любви. О, меня столько любви. Толку, если никому дать эту любовь. Да? Толку. Никогда не слушайте такие разговоры. Пускай из ваших уст никогда не видят, что мы от этого использовали. Это счастье, что тебя отец использовал. Это самый большой комплимент, что тебя использовал. Это шанс и возможность. Человеку дают профессию, навыки, удел, шанс, опыт, рост. Когда тебе говорят, служи в сербе. Ты говоришь, мне хотят использовать. Тебя хотят использовать. Хорошо, иди гуляй. Иди на рынок. Конечно, тебе хотят сделать человека. Даю тебе профессию. Даю тебе навыки. Даю тебе удел. Даю тебе шанс. Даю тебе опыт. Даю тебе рост. Даже тот один талант, который раб мог заработать, меньше, чем тот шанс, который ему предоставили. Потому что шанс намного дороже, чем талант. Даже тот, который 10 талантов получил. И то, это 10 не сравнивает с самим возможностью. Потому что не было бы возможностей, и таланта этого не было бы. Шанс. Если кто-то вам дает шанс и привилегию, и возможность, нет ничего дороже. Это самое ценное, что вам могут дать. Вы сможете выйти на сцену, петь, выступить. Выйти на сцену, держать микрофон. Шанс дороже, чем все то, что ты хочешь сказать. Или петь. Когда человек требует, чтобы ему создали особые условия. Ой, есть же такие тоже. Я не буду петь, если вы мне не купите новую аппаратуру. Хорошо. Хорошо. Заработай со мной аппаратуру. Будем смотреть, что ты стоишь. Из себя себя аппаратуру купить. Он требует, чтобы учли, что ему дали всего один талант. Что он немощный. Посмотрите на картинку. Сопли пускает парень. Сопли пускает сороколетние. Ну, сороколетние. Он немощный. Мало знает. Не такой грамотный. Слабый. Вошли в его положение. Если льготных условий не дают, то тогда ты жестокий. Не пожалел человека. Люди ожидают, чтобы проявляли милость и понимание к их безответственности. К безответственным людям нельзя проявлять милость. Но к таким людям... Потому что милостью это вы будете поощрять их безответственность. Ага. Но таким людям нужно проявлять требовательность. Да. Тем, кто перекладывает ответственность на других, нужна не милость и понимание, а требовательность. Да. Когда людям доверена ответственность, с них нужно требовать результат и отчет. Дальше. Когда требуют результат и отчет у человека безответственного, он обижается и начинает обвинять в том, что от него требуют несправедливо. Его хотят использовать. Если вы не любите отчет, узнаете себя. Человеку дали время, возможность, начальный капитал, и из-за того, что он не использовал, деньги обесценились. Прибыль не получена. Хозяин, который дал ему этот шанс, в убытке. Да, потому что если он спрятал этот талант, через год талант уже должен был увеличиться. Инфляция уже съела эти деньги. Значит, он в убытке поставил хозяина. Можно уговорить себя, всех вокруг, но не Бога. Даже пастора можно уговорить. Давайте, чтобы не потерять человека, пожалеем его. Бог справедливый. Он видит, как все должно быть. И его суд однозначный. Матфея 25 глава, 26 стих. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Божья справедливость. Это же не тот... Слушай, а где там воевавое озеро огненное? Надо больше местописать. Божья справедливость будет работать в любом случае. А его справедливость звучит так. Только тот, кто трудится, достоин получить вознаграждение. Только тот, кто умножает доверенное, достоин того, чтобы ему доверили еще больше. У того, кто не использует то, что ему доверено, не останется даже того, что ему было дано. Доверенное ему заберется у него и передастся тому, кто что-то делает. Ответственному человеку. Всегда так в жизни. Ответственные, ответственные люди, которые доказали, что они могут пользоваться возможностью, что они стараются, они получают больше и больше возможностей, больше и больше денег, больше и больше это самое. А те, которые безответственные, становятся бедны, бедны, бедны. Поэтому у нас выбора нету, как только стать ответственным, тружеником, трудолюбивым и труды с собой больше и больше. Резюме. «Страшные последствия». перекладывания вины на другого. Тот, кто перекладывает вину на другого, все потеряет, получит приговор от Бога и будет наказан за то, что он ленивый и лукавый, будет связан болезнями, проблемами и обстоятельствами, не сможет прорваться в жизни. Из одной проблемы будет попадать в другую. Не увидит жизни и не сможет насладиться жизнью. Ну что ж, вопросы будут? Не дать вам вопросы? Или не надо? Даже если вы скажете, не надо, я единогласно, все равно я с вами не соглашусь. Потому что вам очень нужны здесь вопросы. Первый вопрос. Нет, это не вопрос, это как бы общая заглавие. Матфея 25, 14 по 30 стихи. Это из того места писания, откуда мы все это берем. Матфея 25, 14 стиха по 30 стихи. Первый вопрос. Опишите, пожалуйста, хозяина в этой истории. Дайте ему характеристики. Опишите, распишите хозяина этого. Кто он? Как вы скажете? Как вы считаете? Дайте ему характеристики. Он плохой, хороший или какой? Второй вопрос. Опишите, пожалуйста, раба, который получил один талант. Как вы его опишите? Ваши характеристики ему также. То есть, по сути дела тоже самое вопрос. Только в одном случае мы хозяина описываем, во втором мы описываем раба этого. Следующий вопрос. В этой истории что поощряет Бог? Сосализм или капитализм? Докажите. Надо доказать, что Бог поощряет в этой истории. Сосализм или капитализм? Почему вы так считаете? Докажите. Спасибо. Таким, Следующий вопрос. Посолство Божие и пастор Сандей. Какие уроки совпадают с уроком этой истории в истории посолства Божьего и пастор Сандей. В чем эта история раскрывается? Такие схожисти или свойства есть в истории посолства Божьего и этой истории. Следующий. Напишите, пожалуйста, в чем заключается неблагодарность раба и почему неблагодарность опасна? В чем заключается неблагодарность и в чем опасность неблагодарность? В чем заключается неблагодарность и в чем опасность неблагодарность? В чем неблагодарность раба и почему плохо быть неблагодарным? Следующий вопрос. Томас Фулер. Томас Фулер. Английский философ. Богаслов, историк. Доварит. Благодарность тире. Самая малая из добродетелей. Добродетелей. Запятая. Тогда как неблагодарность тире. Самый худший из пороков. Как вы понимаете эту цитату? Ваша понимание этой цитаты. Следующий вопрос. если вы получили один талант или скажем мало получили ну ответственности дара лишь денег от родителей от лидера от кого от начальника если человек получил мало незнаш는데요 1 талант допустим какой правильный какой был бы правильное отношение с чем он должен заниматься какое бы бабиль был в равен и правильным отношении с его стороны но ему молодость какой должно было бы его право на отношение. С чем он должен бы заниматься? Следующий вопрос. Жизнь немилосердна, запятая, но справедлива. Докажите это утверждение. Докажите это утверждение. Жизнь немилосердна, но справедлива. Докажите это утверждение. Следующий вопрос Шом Заклушается ценность Человека Шом Заклушается Ценность Человека Шо делай человека ценным Шо делай человека ценным Шо делай человека личност Знал ценным Сколько я вам уже дал? Девять Ну еще один Не может быть больше конечно Следующий вопрос В чем Этот раб Который получил один талант В чем его В чем он проявлял Халява и шара В чем заключается шара В чем вы видите Шару и халяву В его отношении Докажите что он человек Шару и халява Докажите что он халяв И шару и халява Следующий вопрос Главное не ответить на вопрос А ответить по истине Чтобы это стало счастьем Чтобы это стало Следующий вопрос Какой фактор Больше играет роли неудачи Какой фактор более всего влияет на неудачи Внешний фактор Внешние обстоятельства Или внутренние Факторы Внешние или внутренние Факторы Какой ответственный Больше Более ответственный за неудачи Людей Объясните почему Или докажите почему Следующий вопрос Это двенадцатый да будет Ну хотя бы это запишите Почему Нельзя жаловаться на то Что тебя используют Докажите что это Наоборот хорошо Субтитры сделал DimaTorzok